МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тема главная на сегодняшнее – это как нас обманывают различного рода нехорошие люди. Вот мошенничество во всех его проявлениях, мобильное, банковское. И в основном это связано, конечно, с тем, что жертвами злоумышленников становятся люди пожилые, люди, зачастую не обладающие тем уровнем финансовой и правовой грамотности, которая позволяет им нормально противостоять вот этим самым злым намерениям злоумышленников. Я не буду говорить ни про кого преступник, потому что преступление – это уже свершившийся факт, дело, которое, скажем, правоохранительные органы определяют уже по своим правилам. И в гостях у нас сегодня представители Пенсионного фонда России, это начальник отдела по обращениям граждан Матрёна Анипаристова, Наталья Татьяна Демидова. Начальник отдела инвестирования. Да, представьте, инвестирования. То есть вот тех отношений, когда пенсионеры свои накопления переводят, накопительные участия переводят. Молодые люди, а будущие пенсионеры. То есть это на самом деле касается всех нас на самом деле. И руководитель группы по работе с общественностью ММУ МВД Якутская Айсен Николаев. Такое звучное и хорошее имя. И на самом деле тема была инициирована именно представителям УВД, которые в начале февраля, вернее января, взвыли от участившихся случаев, ну не взвыли, но, скажем, просили немножко, работа им прибавилась в связи с участившимися случаями мошенничества. И давайте вот немножко обзор, на чём обманывают. Ладно, там зэки сидят и разводят людей, да? Ну а ведь мошенничество приобретает всё более изощрённый характер. Давайте вот немножко экскурс такую, как нас обманывают. Способов обмана населения огромное количество. Если и самые популярные, то это представляются сотрудниками банков, пенсионных фондов, различных государственных учреждений. Которые вызывают доверие. Да, которые вызывают доверие. Тоже соцзащиты. Некоторые представляются сотрудниками проходительных органов. Самое популярное — это мобильное мошенничество. Это при помощи сотового телефона звонят потерпевшему, жертве, и вводят заблуждение под различными предлогами. Чаще всего это, конечно, бывают люди, находящиеся в местах не столь отдалённых. Но также и велик процент тех, кто находится на свободе. Также есть товарное мошенничество, когда под видом продажи какого-то товара, тоже наивный человек переводит свои личные средства и не дожидается товара. Это интернет-магазин. Да, интернет-магазин бывает. А помните историю, когда предприниматель оплатил законным совершенно порядком вагон сахара и получил вагон песка? Вагон песка, да. Тоже, но в особо крупных размерах. Это же не просто прийти одного человека и обмануть на 5000 рублей. Согласен. Но больше всего в Якутске от чего страдают люди? От мобильных мошенничеств. От мобильных? Да. То есть ваш родственник, зять и так далее попал в аварию, ему срочно нужно перевезти деньги и так далее. Это не срабатывается в последнее время. Один из самых таких необычных видов, методов, это вот недавно в январе позвонили пожилой женщине, которая сдавала гараж в городе Якутске. Позвонили, представились начальником штаба военного округа по Хабаровскому краю. Женщина, конечно, доверилась военному полковнику, что он приезжает в командировку, ему нужен гараж. И он пожилой женщине, которая с 49-го года рождения, узнал все данные банковской карты для перечисления, туда есть средства, авансом полностью за весь срок аренды гаража. Женщина, конечно же, поверила военному, который за полгода ей денежку скинет на карточку. И все, я передал ей все данные, абсолютно все. И, конечно же, она лишилась денег. Там было более 140 тысяч рублей. 140 тысяч. И довольно резонансное дело было, когда пенсионерка лишилась 140 тысяч накоплений. Какие данные банковских карт абсолютно ни в коем случае нельзя передавать? Абсолютно любые данные банковской карточки. Ни номер карточки, ни срок ее действия, ни имя, и тем более не трехзначный код CVC на обороте. На обороте. И отправлять им коды подтверждения, которые приходят по СМС. Очень многие тоже передают не только CVC-код, но и диктуют номер под код подтверждения, который приходит СМС. Код безопасности. Да, код безопасности, который используют немногие программы, интернет-магазины для того, чтобы обезопасить приобретение. Айсен, а спасает ли в некоторых ситуациях то, что транскрипцию, обычно имя владельца пишется латинскими буквами, да? И, допустим, привычную транскрипцию можно заменить на слегка неоднозначную. Не исключено. Но это же усложнит жизнь. Усложнит. К примеру, очень многие мошенники не из наших краев, не из республики, и, конечно же, не знают, как пишется, например, национальные имена. Да, и что говорить, даже местные-то особо не знают, потому что у каждого якутского имени есть по два, по три варианта написания. По-якутски, по разговорному якутскому и по-русскому, там тоже несколько вариантов. Поэтому это должно усложнить, конечно, жизнь мошенникам, но не так критически. Не так критически. Хорошо, мы работаем прямой эфире, 32.00.66, 32.11.66. И прежде чем... Но я понимаю, что это слегка не ваша епархия, да? Но, тем не менее, среди мобильных операторов, вот Пламенный передаёт, Альберт Гавышев передаёт, который заявляет, что они в совершенно одностороннем порядке навязывают какие-то свои услуги. Есть, конечно, проблема с агрегаторами, да? То есть, которые по умолчанию включают те или иные услуги, которые стоят, допустим, 50 рублей в день, там, и так далее, и так далее, и в месяц накапливается довольно большая сумма. Вот с этими случаями как быть? По таким случаям у нас заявление ещё вроде не принималось, но надо будет уточнить. Ну, лично я считаю, что это в поле гражданскоправых отношений. Гражданскоправых. То есть, человек, когда определённый пакет услуг заключает договор, получается, и он чётко должен знать, за какие пункты он должен платить, за какие нет. Но то, что вот недостоверная информация, недоинформирование граждан, это не может классифицироваться как некий злой умысел. Ну, разумеется, но это всё делается после тщательной проверки каждого случая. Потому что каждый случай он не индивидуален. Где-то недорассказали, может, где-то человек сам недопонял. Это всё должен выяснить и дознаватель, либо следователь. Что, где, что, где и как. Вдруг человек сам недопонял в связи своей правовой и финансовой неграмотности, либо его намеренно обманули. Вот в этом вся загрузка. Либо его намеренно. И, скажем так, соломинка последней надежды. Вот пенсионное накопление, которое всех граждан, скажем, беспокоит. И в последнее время участились случаи, скажем так, по 3-4 человека очень крепкой наружности, ну, вроде вашей, да. Они ходят по квартирам. Здравствуйте, мы представляем группу продвижения некой пенсионной реформы. Мы бы интересуемся людьми от 30 до 45 людей, которые в скором времени должны стать нашими клиентами. Какими клиентами? Люди же могут просто перепутать и подумать, что это сотрудники пенсионного фонда, который продвигает некую реформу. Реформа была. Так и думают, да. Так и думают люди. А что они делают? Какую опасность представляют собой эти молодые люди? Мало того, что они могут зайти и дубинкой по голове дать. Да. Но это ответственность только на того человека, кто пустил себе домой. То, что касается пенсионных накоплений, то, что касается пенсионного фонда. Работники пенсионного фонда, отделение пенсионного фонда по республике Саха-Якутия, вообще все наши работники по домам не ходят. Это ходят, мы уже знаем, что это ходят представители негосударственного пенсионного фонда. Но, конечно, у них это такая работа, так они, ну, каждый имеет право, как работать, да. Но участились случаи того, что они, люди, недопонимая, с чем они связались, они их приглашают домой, они показывают все свои документы, и при этом они заключают договора, пост. Только после этого они звонят в пенсионный фонд к нам в горячую линию и спрашивают у нас. Вот приходили молодые люди, мы им все показали, они все сфотографировали. Сфотографировали, все подписали, и они говорят, что, вообще, что они делали. Мы сколько предупреждали их, что вообще работники пенсионного фонда по домам не ходят, их вы не приглашайте. Но, вообще, человек, молодой человек имеет право выбирать и сформировать свой пенсионный капитал не за горами. Мы всегда говорим, думай о пенсии с молодых лет, да. Но вот так вот те, которые ходят по домам, и я скажу на своем опыте, что они почти не знают закона. Они с собой носят постановление пенсионного фонда еще с 2004 года, который утратил силу об информировании граждан. Вот помните, были письма счастья, мы носили их по домам. Сейчас вот это все перевелось в электронный вид. Каждый молодой человек может через свой личный кабинет на сайте пенсионного фонда посмотреть, какой сформированный у него пенсионный капитал. И если его это как-то не устроило, да, тогда он может подойти в любой территориальный орган, ну, если по прописке может подойти, или даже не по прописке, или написать письмо к нам в отделении пенсионного фонда, у нас все открыто, тоже через сайт. То есть никакие представители пенсионного фонда, это очень важная информация, по домам не ходят, какие-то левые корочки в глазок не суют, и не выманивают у доверчивых граждан никакую информацию, касающуюся, ну, социальной страховки там и так далее, и так далее. Да, и они еще говорят, что пенсионный фонд скрывает от вас ваши личные данные, то, что вы накопили, да, ни в коем случае пенсионный фонд всегда открыт. Вот еще раз повторю, что через личный кабинет застрахованного лица всегда можно найти всю информацию, которая находится в пенсионном фонде, и отчет работодателя, и все цифры, и кто где накапливает свою пенсию. Так, хорошо, вы говорите, что это не государственные пенсионные фонды. Сколько их вообще существует в стране, и то есть, я так подозреваю, что это некий Кировский, к примеру, негосударственный пенсионный фонд, Кировский, нанимает промоутеров в Якутске, и говорит, вот чем больше, скажем так, информашки он не принесет, тем... За деньги. Да, за деньги. Ну, я хочу сказать, действительно, здесь большое вознаграждение получают, значит, представители негосударственных пенсионных фондов, когда они заключают договор об обязательном пенсионном страховании. То есть, это абсолютно вид, скажем так, комиссионной деятельности, которые вот эти самые молодые люди... Да, они заинтересованы, эти молодые люди, конечно, для себя зарплату побольше, значит, получить. А вообще у нас негосударственных пенсионных фондов... Давайте сразу после рекламной паузы мы продолжим вот все аспекты деятельности негосударственных пенсионных фондов. И не только. Ждите. И снова с вами «Якутка сегодня», с вами я, Дмитрий Аргунов, и мои сегодняшние гости, представители пенсионного фонда, отделения пенсионного фонда по республике Саха-Якутия, и представители правоохранительных органов, в частности, начальник руководителя отдела по работе с общественностью Айсен Николаев. Просто на созвучии акцентирую, скажем так. И мы продолжаем разговаривать о том, как нынешние Остапы Бендеры используют 504 уже сравнительно честных способа отъема денег у граждан. И в основном это, конечно же, связано с накопительной частью, вернее, либо по возрасту с пенсионерами, либо с теми деньгами, которые в взвешенном состоянии находятся где-то между небом и землей, скажем так. Я называю это накопительной частью. Мы зафиксировали уже тот факт, что никакие представители пенсионного фонда, то вот большого пенсионного фонда, по квартирам не ходят, не суют глазок там левые какие-то удостоверения и не требуют предоставить им какие-либо данные, персональные совершенно данные, по которым они могут... Человек, может, и не заметит, что подписал что-то о переводе своей накопительной части куда-то в Кировский негосударственный пенсионный фонд. На этом мы остановились, да? Да. Давайте еще немножко развернем эту тему. Что еще могут сделать с накопительной частью, кроме вот того, что переведут некий левый негосударственный фонд? Ну, в основном-то у нас... Есть же еще вот негосударственные фонды, скажем, вот та же алмазная осень, она абсолютно в законных основах. То есть человек, когда поступает на работу Алроса, система Алроса, да, ему могут в отделе кадров сказать, вы рекомендуем вас перевести, скажем, накопительную часть... Да, есть такие у нас случаи, когда вот ведомственные большие негосударственные пенсионные фонды, Газфонд, Норильский Никель, вот те корпоративные негосударственные пенсионные фонды, когда работников при оформлении, значит, на работу, им предлагают оформить договор, написать заявление о переводе средств пенсионных накоплений в их ведомственные негосударственные пенсионные фонды. А это вообще законно или нет? Ну, законно или незаконно, вообще человек, гражданин, сам должен распорядиться своими пенсионными накоплениями. Он должен не просто так вот написать, ему дали бумажку и подписать ее, да? Но он должен изучить обязательно все о этом негосударственном пенсионном фонде. Я хочу сказать, что, значит, у нас 74 негосударственных пенсионных фонда имеют лицензию на право осуществления деятельности по обязательным пенсионным, значит, платежам накопительной частью, да? И из них 47 только вошли в систему гарантирования прав. Это те НПФ, которые, вот, в случае аннулирования лицензии, они гарантируют государство им возврат средств пенсионных накоплений. Поэтому при выборе негосударственного пенсионного фонда сам человек должен изучить, да, все о этом негосударственном пенсионном фонде, вошел ли он в систему гарантирования пенсионных прав, его рейтинг, с какого года он работает, какой у него, значит, уставный капитал. Вот все эти факторы должны быть изучены. В основном это молодые люди, это граждане 67-го года и моложе, у которых сформированы пенсионные накопления. Вот, вот, очень нам нужно ответственно подойти к этому. Еще один вопрос. Что быть с представителями вполне солидных банков, вот, это бы 24, допустим, или там Сбер, да, которые в момент подписания кредитного договора или, да, любого банковского договора также настоятельно рекомендуют проделать кое-какие манипуляции со своими накопительной частью? Ну, здесь не вправе никто обязать этого человека перевести туда пенсионные накопления. Он может отказаться, конечно. То есть, любой сотрудник Сбербанка, который скажет, мы без этого не подпишем вам договор, будет привлечен по той статейке, которая предусматривает подобное деяние, да? Да. То есть, он... После проверки со стороны следственных и органов либо отдела сознания. Так, еще один момент. Любой случай мошенничества должен быть зафиксирован сразу заявлением соответствующего органа. Я так понимаю. Потому что, еще раз, я не понимаю тех людей и тех граждан, которые говорят, правоохранительные органы ничего не делают, а у меня между тем там с карточки деньги списываются и так далее, и так далее. Если представители вообще... Вернее, любые правоохранительные органы — это заявительные органы. Нет заявлений, нет никаких телодвижений по поводу вашего дела. Никто там особо, скажем так, альтруизмом не страдает. И предугадывать какие-то действия мошенников и так далее, если это не связано с безопасностью для системы государственных органов, да, не будет. То есть, люди при любом случае мошенничества, при любом случае, если даже им показалось, что их правами поступают не совсем законным образом, должны идти в полицию и писать заявление. Только после этого будем рассматривать все вот эти случаи. Да, еще небольшой проблемой является то, что люди, обманутые злоумышленниками, обращаются в полицию или в другие органы. С опозданием. С опозданием. Может, в лучшем случае они обращаются через 2-3 дня. Нередки случаи, когда люди обращаются через 2 месяца. Вот не смог, не дошел, не до этого было. Вот такие, примерно, есть отговорки, то, что они поздно. А за это время теряется драгоценное время, за которое можно вот... Потому что все равно любое преступление, оно составляет за собой след. А за эти 2-3 суток или за 2 месяца может вообще ничего не остаться. Человек выбросит ту симку, уедет из города, все, что возможно, все, что угодно может быть. Поэтому, конечно, самое главное в таких случаях в тот же день обратиться в органы внутренних дел. Дежурные части работают круглосуточно. У нас нет понятия обед, выходной. И любое заявление регистрируется в книге учета сообщения о правонарушных преступлениях КУСП. И оно туда записывается дежурным, вы получаете квиток о том, что ваше заявление зарегистрировано. Слушай, а как свой человек, скажем так, в органах? А почему органы УФСИН не проводят, скажем, пресекающую работу по деятельности вот той части контингента своего, которая не совсем противоправными действиями занимается? Ну, я не полномочен комментировать за совершенно другие органы. А нет взаимодействия вообще с силовых органами? Знаю, что наши оперативники, которые занимаются этим мошенничеством, они плотно взаимодействуют с оперативным составом УФСИН. И работа, конечно, проводится, так же, как и профилактическая, так же и работа уже по свершившемуся правонарушению. То, что наши ребята постоянно выезжают в колонии. И вместе с оперативниками УФСИН уже выявляют злоумышленников. Так, тут еще такой случай. Один из случаев. Звонят некого сервисного центра одного из мобильных операторов и говорят, что ой, мы нечаянно подключили вам услуги, которые спишут 3,5 тысячи. А для этого код подтверждения нам, пожалуйста, киньте, чтобы мы отменили. А разумеется, никакие коды подтверждения давать не нужно. Поэтому выслушайте, запомните, выключите телефон, перезвоните официальному оператору и узнаете, конечно, что на самом деле происходит. Как вот с тем контингентом, которые бабушки, дедушки, которые получают, может, впервые в жизни, пластиковые карты, как их уровень, скажем, грамотности, правовой ли, финансовой ли, повышать, как их научиться обращаться бережно, храни пин-код, пущи зенит с улокотами и так далее. Я считаю, что это работа, во-первых, детей, детей и внуков. Потому что, ну, конечно, для этого нужно терпение, чтобы всё это уже старому, престарелому человеку, человеку в возрасте, всё это объяснить, конечно, так же, как пользоваться компьютером, нужно человеку терпеливо объяснить, как нужно пользоваться банковской карточкой, и что такое личные данные доступа к ней. Поэтому, так же, детей я попрошу относиться к своим родителям с терпением, потому что родители терпели, когда вы научились ходить, кушать с ложки, и вы тоже будьте добры, терпите, как родители изучают новые технологии. Хорошо. И нередко люди сталкиваются ещё с одним, не то, что касается пенсии и так далее, развод на дорогах. Ну, с введением ОСАГО обязательно обстраховать, то это уже искоренило себя, как вид мошенничества. Искоренило вообще? Да. Потому что, ну, зачем заниматься этим, если есть обязательно обстрахование? То есть, вот это случай подставы, скажем так? Да, это осталось в 90-х и нулевых. Не только подставы. Допустим, вот на парковке. Поставил я, значит, выехал, ничего не заметил и так далее. Через день звонит мне, вы на парковке мне коцнули машину. Либо 15 суток, либо 5 тысяч. Для этого нужны соответствующие доказательства, видеозаписи. Ну, люди же иногда верят. Да, стоял там, да, был там в такое-то время и так далее. Да, тоже не нужно бояться. Полиция, это не только карательный орган. Нужно всегда удостовериться. То есть, серьезное правонарушение. И без каких-либо доказательств инспектор не может лишить вас водительского удостоверения. И тем более посадить на 15 суток. Это просто... Он может и защитить, да? Да. И еще один. Некие пирамидальные структуры, это могут быть КПК, там, различные. Тот же ворут. Что с ними делать? Ну, остерегаться, что я могу сказать. Ну, они же... Легких денег не бывает. Никогда. Деньги, они достаются КПК. То, что вот просто закинул 3 тысячи рублей и через пару дней ты стал миллионером, это просто нереально. Это, ну, люди живут в мечтах, конечно. Ну, видимо, бизнес там совершенно-совершенно не маленький. Но люди, если отстаивают на таком уровне свой бизнес, да, что абсолютно легко идут на противоправный... Нам в прошлом году разбили камеру, да, за то, что мы некого Сергея Шевченко просто попробовали зафиксировать на... Как он выглядит просто так после обращения, скажем, министра связи соответствующего, да. Так что случаев тут очень-очень много. То есть люди готовы идти на, скажем, порчу имущества, да, на нанесение урона здоровью и так далее, и так далее. Поэтому я бы этих товарищей, да, вот сетевиков, тех самых, со счетов сбрасывать не стал и более плотно занялся бы их деятельностью. В данный момент у нас много уголовных дел в производстве. На эти, возбуждены те же на самые КПК и на прочие кооперативы, жилищные, накопительные и прочее. Хорошо. Увидимся в среду на развернутой программе «Один из нас», которая будет посвящена тому, как нынешние Остапы Бендеры обманывают нас с вами. Увидимся в среду в 19.30. Субтитры создавал DimaTorzok